Всем привет, друзья! Как известно, промоушен ACBJJ едет в Катар, в одну из самых богатейших и преуспевающих стран мира. В столице этого монархического государства пройдет очередной, восьмой ивент серии World Grand Prix. На этот раз ноу-ги в весах 65 и свыше 95 килограммов. Сегодня мы рассмотрим списки категории 65 кило, и сразу стоит отметить, что мнение в ролике независимое, никем не проплаченное, и хорошо, если за него не побьют. Анализируя опыт и результаты ACB6 в том же весе, но в кимоно, можно уже заранее примерно предсказать список лидеров. Но среди участников вы могли увидеть некоторые имена, которые вам ни о чем не говорят. А раз так, о них вам расскажет BGGFREX TV. Наш сегодняшний мега-аналитический ролик посвящен трём именам, трём тёмным лошадкам в категории 65 килограммов. Николас Уэлкер. Чёрный пояс и одна полоска от Рубенса Чарльза Кабрии. Родом из Сан-Паулу, но, как водится, со временем урванул в Штаты на заработки и за своей мечтой открыть собственную академию. Было это в 2013 году. Сейчас Николасу 24. Занимается он с 10 лет и в 14 впервые выступил на соревнованиях. То, что его имя нам мало о чём говорит, косвенно подтверждает, что звёзд с неба этот парень не хватал. Третье место по пурпурам на Бразилии Нэшналс. Серебро. Американ Нэшналс по коричневым. Кстати, чемпион мира по версии SBGGE по Брауном. Чёрный пояс он получал уже в Штатах в 22 года. Своей академии тогда ещё не имел, но преподавал в некоторых классах в округе Вентура. Достижения в Блэкбелтах тоже на троечку. Вилпер просто заработал необходимый минимум, чтобы иметь возможность тренировать в условиях американской конкуренции. Золото чемпионата мира Североамериканской Федерации Бразильского джиу-джитсу, первое место на Хьюстон Оупен и золото на Сан-Хосе Оупен в 2016 году. Кстати, именно в финале Сан-Хосе Оупен Николасу противостоял Ким Терра. И стоит отметить, что Ким до сих пор не понимает, за что его слили тогда. Словом, предстоящий ACB это отличный повод обсудить ребятам на датами былые недосказанности. Разумеется, если Ким встретится с нашим героем. По большому счету, Николас Виклер больше тренер, нежели спортсмен. И если оценивать объективно его шансы на победу в ACB 8, то можно считать, что парень просто едет на экскурсию в Катар за счет организаторов. Если он пройдет первый круг, это уже событие. И не потому, что он плох. Просто соперники хороши. Мы продолжим, а и следующий в нашем черном списке белых людей Дэвид Джулиано, член команды Атос. Начнем сразу с достижений. Серебряный медалист на Мундиале 2007 года по версии CBGGE по Браунам. Панамериканский чемпион по версии той же Федерации в 2009 году. Серебро на Южноамериканском чемпионате в 2009 и в 2011 годах. Серебро на чемпионате Европы в 2008 году по коричневым поясам и в 2012 году по черным. В 2012 году он не стал бороться в финале, так как вышел на своего одноклубника Фруно Фазата. Обычная весовая категория для Дэвида в Ги 70 килограммов, так что корректировать вес сильно не пришлось. Парень уже не очень молодой. 1982 года выпуска и с пробегом по бездорожью. Черный пояс он получил в 2008 году. Большой друг семьи колоссанцев. Несмотря на внешность спортсмена Гопника, имеет ученую степень по физике. Занимается тренерством. Судя по тому, что он будет представлять Катар, очевидно, этот парень неплохо устроился в теплом месте самой богатой страны мира. Хотя, есть ли не теплые места в Катаре? Нам доподлинно неизвестно, но есть предположения. Зато фриксы точно знают, что ранее Дэвид уже несколько раз встречался как минимум с одним спортсменом из списка участников ACB-8. Мы просмотрели его поединки с Пауло Мияо за 2014 год в Ги и ничего удивительного не обнаружили. В Ноу-Ги Джулиано встречался с Жоао Мияо. Это было на ADCC 2013 года в Рио. Тоже обошлось без сюрпризов. Стоит ли ожидать сюрпризов на ACB-8? Ну и, наконец, наш третий мистер Икс. Лусиано Куэйрос. Язык сломаешь. Самая темная лошадка в весовой категории 65 килограммов. Хотя, все они тут не блондины. Бразилец, черный пояс команды Grapplers Fight Teams. Собственно, это все, что о нем можно было накопать. Ах да, этот парень еще где-то выступает и берет какие-то медали. К примеру, недавно взял серебро на Gracie Pro. Но это на самом деле круто. В общем, если на BGG Heroes этого парня игнорируют, то почему фриксы должны им уделять авансом столько внимания? Как выиграет категорию, оближем его с ног до головы и отошлем набор для сборки лаврового венка по почте. Ну что ж, друзья, дальше мы обязательно расскажем и о других участниках и претендентах на пояс ACBJJ-8. И знаете, закончив этот ролик, о чем подумалось? А что если на сбор информации и на монтаж видео об этих парнях мы затратили больше времени, чем они суммарно втроем проведут на татаме? Шутка, конечно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok